Сюрприз! Что за запах? Да, да, да! Что за запах? Да, да, да! Пользуйтесь! Ура! Ой, мне, мне, мне! Спасибо! Мы сильно хотели выступать вчетвером, но почему-то мы выступаем втроем. А я знаю, почему. А Митя, а что же Митя? А почему? Танку нету! А, танку нету! А где же танку? Давайте так, Снегу! Митя! Никодим, это еще скорее. Никодим, это реально смешнее. Никодим не приедет. Не доедет, не доедет. Таня! Танку! 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 Слушайте, сколько славы, я нахожусь, я уже опоздаю. Хорошо. Значит, у нас к вам есть одна небольшая просьба. Если, короче, ты сидишь в сербиске коляра, то мы не будем обнимать тебя. У меня к вам есть просьба. Вы, пожалуйста, нас строго не судите. И если вдруг у вас есть смешная идея, вы ее, пожалуйста, шутите. Потому что мы, как обычно, залушимся. А у вас нормально со светом? Да. У нас да. Быстренько. Ваня! У нас нормально. Здесь, что теплее, а у нас нормально. Здесь светом. Нет, я понимаю. Здесь не теплее. Быстренько, туда и обратно. Я не скажу, что это очень прикольный есть. У нас штука светящая. Мне надо крутить регулярно. Ксюша! А ты нам падик не одолжишь? У меня есть айпадик. У меня есть специальный фонарик для... Значит, друзья, пожалуйста, у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, не сжимайте вокруг нас кольцо добрых друзей. Пожар? Потому что... Смотри, как шутить будете. Вот, да, вот. Это нас и беспокоит. Ну, смотри, места глухие. Нет, здесь есть люди. Не кроме нас тоже. Я, 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 я защищу. Ты что, человек? Ну что, друзья, разберите, пожалуйста, алкоголь себе. Вот есть пиво, там на столе еще и под столом лежит водка и все, что угодно. Под столом лежит водка? Да. Почему под столом не лежит шар? Да, не так. Рановато. Ива! Сюда! Надо налить, я вот, точнее, скажу. А, это не надо для обмоража! Вот, я считал, что в интернале он отыбор для века в Беке. Он говорил, что обработка откупает пиво. Это сражение, я не знаю, где это. Все, все? Нет, в принципе, да. Не врату. Еще? Еще? Слушай, а там нет вина? Нет. Слушайте. Таня, нет, скажи. Маня, очень ослабили зрители. Они четыре бутылки пива приняли. Хотя нет, остальные не хотят. Вечер перестает быть том. Да нет, там уже пустой ящик. Да нет. Мы отсчитывали. За лекарство. Так. Допустите его сюда. А, ты не умеешь? Да, достопо. Да, достопо. Да, достопо. У меня нет. Так. Я показала, что я почнил. Полу ногу кушевать. Подавится. Давайте начнем с тоста. Подожди. Хорошо. Давайте медленно начнем с тоста. Да, медленно начнем. Я буду некоторое время говорить, но на это время успеете налить. Обозначать. К сожалению, мы сегодня без звукоусиления. Поэтому на нас обращать внимание не надо, но куварьте, пожалуйста, шепотом. Ну, правда, мы не настаиваем на внимании, но просто не перекликивайте нам нас, потому что... Зато на Геннаде, а страж. Потому что мы слабые люди, нам тяжело вас перекликивать. Я хочу произвести тост. Скакал однажды один джентльмен по гримпинской трясине. Забыли. Про лапшу, ты в чем скакал? А нет, все еще смешно, кстати. Я просто... это... это... Входная часть тому, что я хочу сказать, что... Наш день рождения мы делаем правду ради вас. Иначе мы втроем неплохо выпили. Ради вас. А так вы плохо, что-нибудь? Нет, я имею в виду, что мы бы сели, например, в гостях у кого-нибудь из нас неженатого. Мугага. Вот. И про нас говорили? И там бы с комфортом мы лезали наше положение рис. На вашем балконе, да? Но мы предпочитаем этот процесс делать вместе с вами. И мы хотим вам сказать большое человеческое спасибо. И мы вас правда любим. Поэтому зовем, не забывайте нас, приезжайте и так далее. Вам спасибо! У меня тост! Ура! 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 Мы с нашей традиционной любимой тематикой. Я так близко. Любимая, я плана. Нет, и даже не спонсора. Что? Йолопа! Неужели Япония? А давайте с Йолопа! Йолопа! Неужели Япония? А то откроется портал прямо сейчас! Иди в мой род! Ну ладно, ладно, давайте с Йолопа! Не, надо сказать, что действительно есть люди, которые верят в то, что Хогвартские сезоны закончились. Я предлагаю помянуть их минутой молчания. Если дети живые. Сезоны или людей? А сезоны пока еще не умерли. А! Давайте за сезон. Давайте, потому что мы хотели еще. А где Йолопа? Посмотрите, я буду говорить сегодня в основном про сексно-ролевых играх. Леша! У меня есть долгое взглавление к этому. Мы обратили внимание на эту тему не случайно, а исходя из дискуссий в интернетах. Она начинается так. Имка, все модели секса на Ири, несколько дурацкие, начиная с гущенки и заканчивая художественной разбросной одеждой. Не знаю как кому, а мне в этой игре совершенно не хочется. И сексно надо отыгрывать с сексом. Мы не смогли установить по аватарам, которым изображена аниме-девочка, как на самом деле выглядит автор этого поста. А? Ничего смешного! Ну ей там отвечают, что мол, что-то в этом есть, но накапливается куча побочных эффектов. Ну они недолго накапливаются, девять месяцев и все. Это ты если на игры перестала ездить. Как бы вплоть до возможности отыгрыша некоторых видов секса только раз в несколько лет. Это какие? Давайте включим на секундочку фантазию. Рассати, это прогрессию! Нет, это не прогрессию! Это прогрессия! Эхо! Я не могу подумать. Я тоже думаю, что секс лучше отыгрывать по жизни, некоторым это может быть неприемлемо, ну такая толерантность. Там тоже по аватару внешность юноши не определяется. Или девушке. Или пробежуточное состояние. Или с третьего мужика вот такой бородочный. Это то, что правило по сексу можно сократить до необходимую единицу на времени меньше н, после чего сообщить мастеру. Сто? Можно сто раз. Нет, смотрите, простой пример. Я стараюсь по сексу сократить до. Нужно в единице на времени меньше н, после чего сообщить мастеру. Это знаешь, а давай не будем, но всем скажем, что было. Главное мастеру скажем, что было. Точно ли это? Ладно, в отчете написать потом, что не было. А это как крепость взяли, нет, не взяли. Видишь же, в чем делать. Крепость либо взяли, либо не взяли. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Бывает, что ты взял крепость, а нахопа и в другом месте. А как бы с большевицей? Вот Ваня знает, смотрите. Ладно, Ваня, все знают. А это про что? Хорошо, если она в другом месте, а то я вообще уже нет. Нет, она есть. Быстрые, мне за мига, штурм чего? Вот. А, этого вашего родина, я вчела. Ты рассматриваешь секс только как личностно-эмоциональные явления, на самом деле это социальный элемент, типа как навармия. Это вот наука социологии, мы вчера обсуждали. А кто ж знает, как было навармия? Просто простите. Никак! Подождите, это я понял. Навармия это важное социальное явление. Секса нет. Есть все возможности, но не успевая. И дискуссия, она кончается. Да, 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 да. И вот отклеиваете вы полосочку на карточку. А там две полосочки. А он тебе в туалет. У тебя свалился парик. На карточке может быть одна полосочка или две полосочки. Кому как повезет. Иван, встал или не встал? Главное, что... Главное, что считает эта дама... Вова, это плохая идея. Это уже не хорошо. А читает эта джентль. Вова, достань бутылку оттуда! Ваня, Вова несет нас такое свино. И засунь ее туда. Вов, Вова, это правда плохая идея. Ваня, она заканчивается фразой Секс, нужно отыгрывать сексом, но главное с резиновым гуманизатором. Казалось бы, при чем здесь играет? Ёлопа, но об этом и поговорим лучше. На самом интересном месте. Да, оборвали, так сказать. А я хочу вам почитать немножко про ролевую игру «Трон власти». Никто из вас на нее не едет. Я еду. А про что? А вообще кто это и что это? Поэтому вам особенно надо знать. А мы же еще успеем, где ты что? А сейчас я вам все расскажу. Цель игры заключается в том, чтобы стать князем. Чтобы стать князем, требуется пройти цепочку квестов, получить рекомендательные письма от всех организаторов. А также можно выпить в таверне. Со своим алкоголем. Ну то есть даже не с человеком нужно пить, а просто с алкоголем. Это про своим. Просто своим алкоголем. Это дримроль. Игра для не очень богатых людей. Ты можешь ходить по организаторам и печати ставить, а можешь просто выпить. Это на день рождения. Портал госуслуги. Организатор госуслуги. Портал госуслуги. Процесс целеполагания завершает фраза что питание происходит саморучно. И собственность... И самоножно. Николя, кто это делает? Я хочу вас ненадолго вернуть. А вы правила по сексу не с форума этой игры считали? Нет. Если вы не успели записать телефоны компании... Вы удивитесь, друзья, но секса в интернете много. Вообще интернет — это не форум. Я сейчас нашел, секс отыгрывается сексом или массажем. Поэтому если вам по тем или, внимание, иным причинам приятные прикосновения, не занимайтесь сексом. А чего тебе нравится? А чего тебе нравится? Вот он бы как отказывается. Доктор, но эти ваши туда-сюда меня прям сильно раздражают. Либо в Старте, либо у Инд. Не царское это дело. Когда играешь? В Питере, в Москве! Вернемся к играм Йолова. Док в котором? Не то чтобы мы считали эти правила такими уж важными, чтобы вешать их одними из первых, но они простые, хорошо иллюстрируют подход, который мы собираемся использовать в моделировании. Сгущенка! Нет, стоп! Сгущенка плохая. Сгущенка! Участники должны раздеться, снять себя как минимум по одному крупному предмету одежды. Включить трек секс. Я вот тоже, я готов. Все. Ваня, нет! Дима, какой трек секс не включен! А это у тебя, ты мне скажешь, а потом включен! Нет, ну ты в шапке! Сейчас, подождите, я придумал. Удачи! 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 Он сорвал с нее одежду! Штаны можно не снимать, Ваня, Ваня. Черт! Участники сидят, стоят, лежат в обнимку, слушают плеер и обязательно настолько громко, насколько... А! Слушают через пару наушников плеер и обязательно поднимают. Настолько, настолько шумным, они мыслят процесс. Мы все любим... Мы не можем без сосиски папури Мы не можем без сосиски папури Мне больше нравится другая версия Вихри враждебные вели Но надо признать, что в других странах они советуют, чтобы музыка Ваня, Ваня, то, что ты сейчас изобразил, это издать Это идейный секс Нет, 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 это офицер пришел домой И завтра на службу Но надо А вот Ваня такой поет, мифри враждебные веют над нами А там, ну, допустим, танку ему такая Я люблю тебя до слез Походите, они же по правилам, по правилам же они служат один плеер А Петя не помнит, что угодно А Петя не помнит, что угодно А Петя, например, увидит футу сцену, поет сосиску Нет, подожди, подожди, это же очень хорошо Это получается, что секс просто Надо просто, чтобы были одинаковые музыкальные вкусы И все Нет, это кто-то надевает коммунисты Давайте с двух партнеров с двух партнеров Еще небольшой отрывок правил А точнее, на самом деле, практически все, что написано в разделе правил Ролевые игры, трон власти Первым пунктом идет самый важный, очевидно, пункт Изнасилование запрещено строго То есть цепочки квестов есть, но не изнасилование Даже если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя При езде на место требуется сдать 50 ре И топор с пилой Они будут возвращены На первый день требуется выполнить первую цепочку квестов И приобрести топор с пилой Чтобы приготовить себе поесть Или 50 рублей Чтобы приготовить себе поесть Я дам вам пробел Кашу и топора Кашу и топора Вот точно такой же вопрос задают в комьюнити игры Каков сюжет игры? Повесьте хотя бы описание мира Ну там ответ мастера Берешь топор, покупаешь его у предсказательницы и идешь играть Но убивать других игроков можно только на арене А, игроков? А персонажей где можно? Игроков! А, у предсказательницы много топоров Так не крупно Послушайте, пожалуйста Дело в том, что бойцы вынуждено перенес королевскую битву Надо ему вот идеи подсунуть Да А то нам стыдно, Иван Есть за ваш собачокер Гудиня? Да Нам правда стыдно С днем рождения! С днем рождения! Ураааааааааааааааааай PCs по топору ЗБУ хотите площадать? Да, да Не надо жать честно, mot PRIVU посвящались, сюда тоже разносили. Вань, я тебе сказала, что людей всем хватает. И вот и все. Все хватило. Но я предлагаю все-таки поддержать постановление этой игры. Пусть войцы продают за игровые деньги. Первая эпоха, друзья, первая эпоха. Мы на нее едем. Ланселот был много раз ранен, в том числе пару раз ранен смертельно. После чего надолго исчезал, и его выхаживали белки. Это о чем сейчас? Тоже происходит и с фианорингами. Белки фианорингами! Голову, вот, не задел. Подожди, подожди, а фингом? Фингом, который вытащил Майброса, это тоже белка. Толкининский семинар в другом. Знаете, я волнуюсь вопрос про белок. Круто ты опять в кросс-поле? Нет, но... Буля просветела в грудь, попала в неф в пассе, в степи, налихом коней. Там белки. Это ведьмак все-таки или нет? Нет, нет, первая эпоха. И тут белка, да, я понимаю. Это хорошая идея. А потом Ланселота долго выхаживали с Катаэлей. Давайте еще немного процентов. Сорливая игра Нуменор. Извините. Нуменор! 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 Реально Нуменор! Нуменор! Через Э, бидло! Нейминор! Нарботрон! Нуменор! Нуменор! Правила по мореплаванию. Ну, не совсем те. По кораблям, по корабликам. Это же Румато делал! Нет. Это Румато. Нет, это Румато. Это не важно. Какие слова средства? Все равно, на какой основе он будет возведен или из чего сделан, лишь бы плавало. Я себе прям представляю. Но оно плавает, Ваня, оно правда плавает. Нет, Дима, Дима, нет. Оно не тонет. Да, оно не тонет. Это разные вещи. Я тебе как капитан Барсука говорю. Это правда. Это правда. Это правда. У меня тесная травма. Я почему-то представился в Милки Уэй, между прочим. Хороший, интересный. Может, не по-молодому? Ну, не по-молодому. Слушай, ты прости, пожалуйста. Я про корабль хочу сказать в двух словах на Минорский. Я просто не знаю, кстати, озадоченный, но Минорский. Ну, Минорский. Ну, Минорский. Там в схему этого самого корабля по правилам неправильных входит некоторый запас алкоголя. Совершенно необходим для моделирования уставных сексуальных взаимодействий. То есть, товарищ дежурный по сексу, за отчетный период в меденном мне подразделении ничего не произошло. Нет, не так, Ваня. Нет, не-не-не. Юля, я только вопрос. Это у Маку писал? Разрешите приступить к вам? Нет, не так это. Я люблю тебя, Юля. Не так, Ваня. А еще там. Вахту сдал, а вахту не принял. Вахту не взял. Вахту не взял. Я вас люблю. Вы мне как-то вот ваша вахта вот не очень. Тогда не уставные отношения по сексу. У Ботова на эту вахту получше будет. Да что моделироваться коноплей? Ну, я не знаю. Это какая-то очень травяная шутка. Я, Слава. Там идея уставных сексуальных отношений больше нравится. Но меня все-таки волнует вопрос. Они уставные специально отношения. Да, я стараюсь отчет. Вернемся к нормальным корабликам. Якорь будет выглядеть так, как сделает кузнец. Выкус и похищение якоря затрудняют процесс причаливания. Что такое выкус? Что такое выкус якоря? Что такое выкус якоря? Отвечает знаток Румата. Румата. Знаток Румата, что такое выкус якоря? Я вообще не знаю. Просто чтобы все поняли, мастер по морепламанию это Румата. У меня есть пара. Я думаю, что выкус якоря, это как Ленин в Шушенском. Якорь из хлебного мякиша будет. Чтобы полицейские не запалили. Только это не в Шушенском было. Только это не что, он в тюрьме такая сидел. Сразу видно. Я, наверное, сказал. История 17-го года там была в другом зале. Пара слов сыровой игры. Андолинда, неизведанная дорога. О-о-о. Еще раз протокенистику. Я правильно ударение поставил? Отдалиндала, да. Отдалиндала. Заезд на игру без заявки или квенты обойдется в 200 рублей. Всего? Дождите. Тихо. Только стоит работа мастера по заполнению заявки или написанию квенты в условиях полигона. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! Мы дети! Ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! А если наш мастер за свободной кассой не выбил вам чек, то заполнение заявки идет за его счет. Мне вот интересно, а не костюмы там не шьют, я бы взял. Вообще по божеству. Еще рублей за триста. Пирожок будете брать? Еще пару слов. Если вы вытворены качеством заявки, вы можете написать заявление о возврате денег. Сейчас у нас с темой вечера объявлен секс. Что такое дом? Дом – это сообщество эльфов, связанное тесными отношениями наподобие семейных. Тесными наподобие семейных – это уже не дом, это дом 2. Второй дом! Нет! 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 Отличная шутка твоя. Реально. Айглор, а почему ты бросил вот ее такую-то? Она вчера вот ушла вот с этим. Это дом 1, не надо. Да, это дом 1. Это кто? Это дом 3. Это дом 3. Это дом 3. Не надо про дом 1. Попросим. Не надо, пожалуйста, тут про дом 3. У нас же партийное строительство тут возникло. Я вообще в людях. Не трогайте там 3. У эльфов все работает так же, как у нас людей. Кто такие родственники? Ничем не связанная группа людей, которые собираются, чтобы пересчитаться по поводу изменения в количестве. А на этой игре только эльфы или нет? Нет, семья бывает только у эльфов. А, кстати. Там не семья, там дом. А дом? А дом людей? Дом бывает только у эльфов. Дома бывает только у эльфов. Откуда там человек-то один? Это коннор. Люди живут в коробке. А в мусорных что ли? Нет. У них вот. Картонных. Жемхи живут. Ну, мне нора. Ну, мне норы. Ну, мне норы. Ну, мне норы. Ну, мне норы. Еще пару слов про Анна Линда. Или Малон больше готов? Нет, не готов. Ну, какая-то разница. Правило по внешнему. Где живот люди? Нет, конечно. Костюм должен быть аккуратным и не мятым. Если он сушит из нынучшихся тканей, можно развешивать, пока он вам не нужен, и сбрызгивать водой. Волосы должны быть чистыми и расчесанными. Персонав с вороньим гнездом на голове вызывает, как минимум, удивление. А где в нем яйца? Нет, подождите. Я не могу убить волосы расчесанными. Персонав с вороньим гнездом на голове. Аня, вот я тоже говорю к нему. Стергалишный, Стергалишный и замок драться. Вот Петю, Шико, на эту игру не пустят просто. Да. С вашими не расчесанными волосами. Потому что волосы должны быть. Рута, тебя вот точно не пустят. Возьму в аренду парика. Так у меня чистый расчесанный. Воронь их не сто. Да? А мне кажется, похоже. Нет, чистый дом. Мастер на полигоне Проверя. Так, смяка. Мастер на полигоне Проверя. Мастер на полигоне Проверя. Мастер на полигоне Проверя. Рута, ты едешь на Гондолин? Не хотим. Тихо. Недавно прошла игра и там были тоже смешные правила. Что за игра-то? В случае попадания удара в непоражаемую зону на обоих игроков могут быть наложены мастерские санкции. Впрочем, игроки по взаимной договоренности могут простить друг друга. И не выносить дело на мастерский суд. Перед этим, перед этим. Видится так. Прости меня, Джонни. И ты меня прости, Билли. Бог простит и я прощаю. Мастер прощает. А что за игра-то, Дина? А я дальше почитаю, будет понятно. Аристократ или зажиточный человек? Золотой бантик. Точно. Обладателю этого статуса с радостью оказывают услуги в любом объеме. Стараются ему во всем угодить. А теперь встречаются двое. Оба с золотыми бантиками. Только после вас. Нет, только после вас. Да, да. Позвольте у вас одолжить автомобиль покататься. Конечно. Конечно. А у вас, может быть, полмиллиона фунтов есть. Да. Для вас, сэр. Что угодно. Есть еще жена, дочь и прочее. Да. Любые предметы, кроме артефакта, неважно. Которые игрок передает добровольно, могут менять своих владельцев. Сотовый телефон? Любые. Дом в них, кстати, пару слов про телефон, раз уж мы заговорили. У каждого игрока должен быть мобильный телефон, на котором в течение игры работает программа. Программа уведомляет игрока о самочувствии. Что, эту игру мы стерил елов тоже? Нет. Эту игру мы стерил сотовый телефон. Помимо медицины, телефон будет отслеживать модели питания и идеологии. И вообще, эту игру сделал телефон. Он будет отслеживать правила. Смейтесь, смейтесь. А потом получит приз на комконе. Новые технологии. Я так понимаю, что удар в непоражаемую зону нельзя никак от телефона скрыть. За вклад в развитие ролевого движения. Непоражаемую зону ездить в телефон. Телефон знает об ударе в непоражаемую зону. Ну вот, знаете, мы много раз шустили про то, что там... Ваня, повтори, это 1241 год перед делом завоевать. А, да, 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 это лучше. Мы, значит, у нас была, мы игру обсуждали несколько раз, она звучала так. В 1996 год Гарольд выводит свои войска. Медленный завоеватель прибыл на берега Англии. Они готовятся к битве и планируют сойтись у деревни Гастингс. Почему Салазар Слизерин? Ну, казалось бы, при чем здесь Салазар Слизерин? Господи, да! Там вот есть отличная игра тоже, она была в этом году, называется «Статут секретности». Статут! Статут! Хорошо. Значит... НУМЕНОР! НУМЕНОР! Это именно здание Декарт, Кеплер, Лейпниц. В общем, много всего. Теперь про игру. И только Поттер и Донгей продолжают бахать палочами. Статут секретности. Они решают вопрос, можно им открываться людям или нельзя. 17-й век. Так вот, еще. У нас была такая идея сделать рубрику в нашем прозекторе. Спрашивали, отвечаем. Ну, спрашивали не нас, но отвечаем все равно мы. И вот, значит, другая. Один наш друг спрашивает. Один наш друг спрашивает. Френды, любопытство... Секунду, секунду, простите. Ролевик, как его? Ролевик, кто, откуда? Ролевик Руинд А. Руинд А из Москвы. Руинд А из Москвы спрашивает. Френды, любопытство ради. А вот вам. Во что было бы интересно сыграть на игре про события конца 12-го века в Палестине и Окресле? Про Салазара Слизерина! Лично вам. И что еще интереснее, чему бы вы точно хотели стать свидетелями на такой игре? Как Салазар Слизерина? Салазар Слизерина! Салазар Слизерина! Нацисты, нацисты, нацисты! А какие игроки убивают этого игрока топором? Который они вытаркивают? На арене. Но только на арене. Не-не-не. Смотрите, мы уже обсуждали раньше какую-то одну из игр. Там человек писал о том, что я вот собираюсь к вам ехать на игру по Средневековью. Я квидич сквозь времена уже прочел. Сквозь века вообще. Сквозь века, извините. Нуменор! Ира, человек, ты получишь специальный приз, я чувствую. У меня специальный приз получит «Черное пламя». Нет, ну это некоменция. Нам, к сожалению, у нас с собой нету, у нас с собой нету, но мы натыкались на игру, на которой человек делал замок Аламут, но с палочками. Я считаю, что мастерская группа игры «Умереть в Иерусалиме» должна использовать прогрессивный опыт. Нет, нет, я нам буду еду готовить. Стоп! Точняк! Это надо Вова научить делать. Ром, а твоё особое искусство «Показывать рай с горями» работает так. «Таранталегра». Неправильно. Нет, ты не правила! Это Ирочка говорила. Ваня встал и вылезал. Пару слов про текущий год. Игроки одной из игры сочинили стихотворение. «Фальш Гамбяк и Каполин, я хозяин всех равнин. Вестерос мой Саус Парк, мой хозяин Лорд Карт Старк». Что это? Ну, это малоизвестная игра. Это модель Вассалитета. Он хозяин всех равнин, а его хозяин Лорд Карт Старк. Но Лорд Карт Старк при этом не хозяин всех равнин. Коля, то, что ты поешь, это один палка, два струна, я хозяин весь страна. «Фальш Гамбяк и Каполин, я хозяин всех равнин. Вестерос мой Саус Парк, мой хозяин Лорд Карт Старк». Но это было приглашение к Карт Старкам. А вот как выглядит приглашение к Ланнистерам. Ищем здоровенный бордель нашей мечты, либо любую другую женскую локацию. Ну, она быстро станет борделью. У нас очень плохо с девочками. А через пару месяцев апдейт. Мы еще рады любым девочкам. Все еще рады. Вот баратионы чуть более серьезные. На игре собираемся моделировать неприступную крепость, содержащую сильную армию баратионов, а также являющуюся значимым портом и центром торговли. С кладом буртёром. И партёром. Если кому-то не повезло, маму и папу убили, из собственности только щит, то что же теперь, не жители? Дом баратионов примет заблудшие души в обмен на службу крепости. О-о-о. А сюжетные завязки мы вам придумаем, у нас есть бордель. На каждом приходите, платим сюжетных завязок. У них уже есть, да они трущики. Стой, да ли они с Ланнистерами? Нет, просто у Ланнистера... Готовый конфликт! Ланнистера пойдут отбивать бордели баратионов. У них нет борделя, у этих нет борделя. И поэтому у них есть сюжетных завязок. Мастера ужасно рады баратионнику, потому что считают, что всё, можно не разбираться с Ланнистерами баратионами. Нет, нет, нет. Конфликт готовый. У этих есть, этим надо. Учесть. Блин, надо так же сделать. Нет, я думаю, что... Сюжет это большой играет. Нет, 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 Лео, ты про них слишком сложно думаешь. Они скажут все мысли так. Так, глобальный сюжет. Старки. Бордионы есть бордель. Ланнистеры нет борделя. Нет борделя, да. А нахуй тогда мы вообще... Не-не-не-не, не так. Карстарки нет борделя. Хайтауры нет борделя. Бордионы есть бордель. Отлично! Конфликт готов. Тогда мы идём к вам. Ладно, бардель. Бордионы есть клуб Берн. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бордион, Бордион, Бордион. У меня не на бордель, что ли? Я хочу в двух словах рассказать про фестиваль Блинком. У меня просто очень прям... Настолько это... Вот, 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 прям, вот настолько. Да, вот, эээ... Да, я в профиль... Давайте ныбнем. Я... А, давайте... Сейчас, давайте мы сейчас ныбнем. Да-да. От сердца коновато. Сейчас, ты читай пока, ты читай. Я прочитаю, я просто прочитаю в двух словах и попытаюсь найти такие, знаете... Давайте так, типа не про Блинком. Опа-опа, еду я. Поясню. Ищем общие признаки. А... Мероприятие гнилое, мерзкое, мутное, смесь с концлагерей и конторой бюрократов. Это про продажи, что ли? Не, я себе прям представляю, как я на Блинком вошел меня там сразу там! Похоже, похоже! Их бумажки запохли. Да, че... Да, да, да! Ну, серьезно. Ты читай дальше там, дальше. Мне на surveys не стук мили. Мы же, что дальше еще смешнее, и поэтому читать не стали. Да. Там, правда, дальше нечего. Ну, ладно, вот тут есть игра... Давайте выпьем, тут предлагали, выпить да? Да, давайте выпьем. Друзья, чтобы вы были здоровы! Ура! 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 Грин, передавай сюда. Я уже привык. Гоги передаст. От передаста слышишь, да? Грин, и ты сюда тоже. Так вот, ребята, вот то, о чем многие мастера, я знаю, здесь люди мастерят игры, которые слушают нас. Игры, которые слушают нас. Мы обманывали все эти годы, Дима. Плач, людей. У всех бывают ситуации, когда приходится отказываться от игры. Это часть правил, между прочим. Ввиду каких-либо причин. Но по возможности, как можно раньше сообщите о решении не ехать на игру мастерам. Чтобы они успели найти замену. Потому что каждая руль очень важна для сюжета. Ну и естественно, если вы заявились на игру и не поехали, заранее не предупредив мастеров, будьте прокляты! Сходите в аду! Только так! Правила написала Милена! У нас есть, так сказать, рефренд. Да, да. Ну, как, у неё получается, она-то когда так не читала, так Милену, не надо читать здесь. Милена, вряд ли, Милена. Это шутка. Которую постигла страшная участь. Объявление от мастеров в сообществе игры до игры осталось месяц, а в активе мастеров ни одной заявки. В связи с этим игра переносится на неопределённый срок. Ну, до получения заявки. Хотя бы одной. До первой крови. Ты знаешь, у меня в свете этого фраза про игру «Полдень 22 века», но она очень про это. Наша игра посвящена счастью в поиску истины. Ни то ни другое не терпит правила и ограничений. Вот, наверное, те тоже что-то такое написали. Я не понял, вылезло. Всё хорошо, Боба. Мне смешно. Там секс отыгрывается сексом. Ещё немного, ну, не про секс, но рядом. Игра про 1946... Тише, господа, тише, тише, не молю. 1946 год. Кросс-пол на игре есть и есть во всех смыслах этого слова. Что это знаешь? Нет, это куда-сюда-обратно тебе и мне приятно. Понятно. Нет, это мальчик-девочка. Есть и есть и есть и есть. Мальчик-девочка. И баба, и мужик. Правила секса. Нет, это главное. Маша, это, конечно, хорошо, но два раза это два раза. Почему? Если же вам не повезло и вас застали за занятием сексом, то данная ситуация моделируется следующим образом. Я не понял, почему не повезло. Это не повезло. Ну, это смотря с кем застали. Вошедший человек. Тише, тише, тише. Вошедший человек, заметивший людей в пикантных ситуациях, знаете, что делает? Нет. Смеется. Он произносит игротехническую фразу. Больше двух говорят вслух. А если они не могут говорить? О, господи! Подожди, моделирование секса с сексом, это с другой игры. А у него есть возможность смотреть это мероприятие. Они сгущенку жрут. Они там... Но... Мы тут читали про игру. Правда, не знаете, не предусмотрен. А, ну, Мино. А, ну, Мино. Я процитирую просто, раз мы вернулись к нашей жизни. Я не до конца понимаю. Мино. 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 Каза Таймену. Каза Таймену. Это кличка... Ладно. А, мы столкнулись среди нас. Мы это изобретали, блин. Да нет, Ваня, надо отвечать на фразу «Барук казат, казат, барук». Воистину, «Барук» гораздо лучше. Я хочу вам сказать... Подождите, вы мне все затыкаете рот, а я вам хочу сказать, что сексуально, ну минор, или как вы его думаете? Ну минор, ну минор! Так, ребята, больше двух говорят в слове. Дайте баню сказать. Ты только, да, только что обгонил нас тут. Значит, так вот, сексуальное взаимодействие, это про, там, в общем, про тех, у кого написано у одного известного профессора. Сексуальное взаимодействие на нашей игре не приводит к рождению детей. У Толкина есть несколько объясняющих этот парадокс писем. Тинкофу! Тинкофу! Нет, нет, нет. Наша редакция пыталась найти письмо, в котором Толкин бы сказал, драхаются, но не беременны. Ваня, а если... Ваня, а если найду? Толкинистиков в соседней секции сколько раз говорить? Дайте айпан. Они опровержение напишут. Ребят, знаете, среди нас... Да, да, да. Причем прям... Да, давай. Совсем среди нас есть мастер одной ролевой игры. Так. И я давно ждал, пока они это скажут. Сейчас будет вообще исторический момент, потому что до этого мы читали только вещи, которые написаны без замка. Ну-ка, а это под замком. А это под замком. Потому что один из других мастеров, он... Ну, они в комьюнити написали, а комментируют почему-то у себя в постах под замочным. А, да. Мы, пишет мастер этой игры, просто не готовы на игру с галактикой. Друзья, это Греция. А мы-то не поняли. Ну, Дима... Даша, подожди, подожди. Слово галактика изобрели Грек. Не-не, подожди, подожди. Дима... Галактика это имя. Дима, я не могу делать игру с древними Греками и космическими кораблями. Ваня, надо мчиться. Ваня, вороть всю гугу, ты не можешь. Ваня, вот чуваки смогли со швагами и палочками, и ты сможешь. Ладно. В Греции есть... Хорошо, хорошо, простите, простите, мы раскроем вам главную тайну Греции. Да, да, конечно. Естественно. Сайлоны и люди 150 тысяч лет прилетели на землю и основали человеческие поселения. 13 богов Когола. Да, 13 богов Когола. Когола. Вам всем это все известно. Но в целом... А вот почему вы специально писали, что это не он. Короче, я когда в Галактике. Мне при чем нравится еще идея такой ладочные мячи и ксатаропушки. Впервые на арене просто. Ваня, Ваня, ладочные мячи должны делать в Греции. В Греции есть все, но кроме Галактики. И меня. И меня. Эй, и ты есть, и ты есть, и ты есть. И меня. И Галактика есть. Вот Коля, кстати, не едет еще на нашу игру, подлец. Вот он и попался. Давайте я вам расскажу про одну талантливую мастерскую группу под названием КВАД А. Это мастерская группа, которая делает некие сталкеры в Питере. Это другое название мастерской группы от КВАД. Да. Антон Ака Майлз. Это прямо вот на сайте мастерской группы. Описание, значит, резюме. Ничем в молодости не увлекался, кроме как женой и семьей. И просто пришел в страйкбол для отдыха от повседневной жизни. От жены и семьи? Не видно, да. Страйкбол. Нет, нет. Он врет, он играл в ролевые игры. От жены, от семьи, от работы на надписи на веньках таких. Отлично. Ваня. Всегда спокойно и сдержан. Эмоциональные всплески превращает в обычный разговор по существу. Это резюме, что ли? Да. Безусловный лидер без лишних слов и амбиций. Характер первичный тоже прекрасный. Швощадин к врагам Рейха. Если бы у них было очень много членов у этой мастерской группы, я бы читал долго, но я прочту еще парочку. Алексей Акас Мук. Вений электроники Санкт-Петербурга. Человек, благодаря которому шестой год в Питере на страйкбольных играх будут использоваться сложные приборы. Это очень. Совсем новые правила по сексу. Известные ролевой игры «Черное благо». Ага. Наааааааау. Секс отыгрывается чтением стихов с сексуальным голосом мужского, при этом обнявшись и сплетя пальцы. Сейчас, подожди, я... Мама, мы вроде уже тренировались, ты же надо. Стих может быть любым, ладно, неважно. Да, я достаю из широких штанин. Пальцы переплетите, пальцы переплетите. Что мы, пальцы? Это уже где-то было. Смотрите, чтобы вас не фоткали, пока вы переплетите. Сейчас, я покажу, сейчас, я покажу. Нет, нет! Нет! Нет, ты всё! Всё! А что у тебя было? Я второй раз не хочу! Всё! Вы думаете, это всё? Нет, там круто! У девушки, девушки моделируются красной бусиной. Это бусина, стоп, у девушки одна. Эта бусина не может быть отдана в полулокации или другому человеку без полового акта, который отыгрывается чтением стихов. Бусина носится девушкой скрытно. Она вправе не говорить о её наличии. Проверить наличие бусины может только мистер. Это вот я, например, женился, пошёл, так сказать, в ладжи, в ладжи, в ладжи, в ладжи, в ладжи, в ладжи. Кроли! Такой, ну простите, пожалуйста, мне проверить нельзя, не могли бы вы мою праздную ночь начать. Есть или нет? Я достаю из широких штанинок. Есть, есть, есть! Нет, даже не так. Я достаю из... Тоже вполне возможно. Кавалер вешает отобранную бусину себе на фибулу, где висят его остальные единицы духа. Господи, что за бусина считается в его личный пол сила духа. А это, знаешь, это дважды герой такой. Сносила он девка, получил бонус к морали. Нет, мне кажется, что люди выходят такие... Знатный трахарь вестероса. Нет, это вот люди собираются на войну. И такой капитан, так, ты, ты и ты сдали красные бусины пацанам. Я ищу уже всё. Ладно, ты не сдавай. Ты и ты. Царев, Царев предложил хорошую идею. К этим правилам очень хорошо вяжутся правила права. Больше двух говори вслух. Мужская девственность не моделируется. Что это значит? Что если у женщины есть юный любовник, то ей никакого бонуса к силы духа нет. Что мы знаем, без опыта все сырее. Но можно быть юной любовницей. А зачатие отыгрывается по решению девушки. Отыгрывается. Отыгрывается. О, по решению. Нет уж, дорогой, по полной программе. Отыгрывается на чате. Сейчас у тебя есть на чате, отыгрывается только потом. Да, если мне понравится. Твои стихи. Ваня, тебе уже не понравилось. Да, и... И Ваня, вот он неплохо сказал... Подожди, я продолжаю надеяться, что я давно уже не девушка. Правда. Так вот, Ваня рассказывает насчет того, что там с храма выводят девок. Как и говорят там, сдаем бусины. Да, продолжая ЧП и тему духовности, фразы типа «духовность» сдай. Че есть духовность? И «духовность, ты не поделишься» будут восприниматься, как неигровые действия. Передай мне филосу «духовность». Поделитесь духовностью, как все. Нет, нет, друзья, мы хотим вам одно сказать. Мы знаем, что все-таки кто-то из вас еще едет на эту игру. Я, например. Так вот, дорогие друзья, эти правила по сексу, вы начинаете готовиться к игре прямо сейчас. Потому что это создает дополнительный план социального взаимодействия. Про вашего персонажа могут говорить, что он... И дальше цитата. «Сопляк больше трех минут не смог. Учите длинные стихи». Друзья, это ведь игра, которая погушает всю общую духовность. Энди, Энди, кстати, отлично сказал, учите список кораблей. Да, да, список кораблей, хотя бы до середины уже хватит. Она же уснет, Саша сказал, смешнее. А в правилах не остается. Услуги опытного консультанта. Вы же указывают длинные стихи. Включение длинных стихов недорого. Да, точно, включение длинных стихов. Давайте, за вас, друзья. Ура! За длинные стихи. За длинные стихи. На самом деле, это иллюстрация трейсов, умеющий долг. Да, да, да. За длинные стихи. За длинные стихи. За список кораблей. Я список кораблей, про чем до середины. Он ее любил. Да, знаешь, я в пенистюжину сказала, приходим за чат. Я отдала душу невинности. Духовности. Свет невинности красную. Мейстеру. Мейстеру. Чувствую глубокое. Вот кролик тебе портилы. Кролик же мейстером едет. Сможет девок проверять. Нащупать. Это же и кролик, и рубата. Кролик, и рубата. Это два раза умеющие. Страшный человек. Убийца музырей. Иван Сергеевич. Пусть милит. О боже, да, реально же. Что, все закончилось, что ли? Шаг и поклон. И-и-и-и. Соня, а почему вы не прочитали самое смешное про игру? Самое длинное стихотворение? Нет, нет, про игру. Я же помню, это юноша писала, что приезжайте на игру. Пожалуйста. Там типа... А это мы увидимся в следующих выпусках. Ну ладно, хорошо. Ждем вас на наших следующих передачах. А теперь желаем вам как следует побухать за нашу здоровье. А сколько дима сегодня, знаю. А, сейчас я играю.